Всем привет! С вами Светлана Никитчук и очередной выпуск Еда и Я. И сегодня мы говорим о кето-питании. Как можно есть сало и худеть? Почему тает жир, когда мы едим жир? И почему самую жирную диету прописывает врач? Если мы питаемся обычно, где в нашем рационе присутствуют белки, жиры и углеводы, то наш организм использует такое топливо, как глюкоза. Глюкоза поступает к нам из круп, овощей, фруктов, сладостей и так далее. Что будет, если убрать углеводы из рациона человека? Природа продумала и этот вариант. Когда в организм не поступает глюкоза, то тело переключается на альтернативное топливо, на кетоновые тела. И скажу, что это топливо будет гораздо качественнее, чем глюкоза. Кетоновые тела образуются в печени путем сложных химических реакций, преобразуя жиры в то самое топливо. БЖУ на кето распределяется таким образом. 20% уходит на белки, 70% на жиры и только 10% на углеводы. Углеводы в любом случае должны поступать в организм, хоть и в маленьком количестве. Какие продукты используются на кето? Это жирные сорта мяса, жирные сорта рыбы, это бекон, это овощи, это ягоды с низким гликемическим медицем. Как все происходит? Мы садимся на программу питания. Первый день все идет отлично, активно выводится вода. И скажу, что на кето питании почки будут работать в усиленном режиме. Далее, у всех этот период будет абсолютно разный, у кого-то через 2 дней, у кого-то через неделю. Начинается перестройка организма с одного топлива на альтернативное. И в этот момент наступает такое неприятное ощущение, которое называется кето грипп. Состояние не из самых приятных, но достаточно краткосрочное. В этот момент могут быть очень сильные головные боли, в редких случаях тошнота, это сонливость, плохое самочувствие. Даже иногда кажется, что как будто мозг у тебя подтормаживает. Что происходит в этот момент? В этот момент организм абсолютно не хочет переключаться на то топливо, которое ему нужно теперь добывать. Ведь на глюкозе все шло легко и быстро. А теперь ему придется хорошенечко потрудиться. И через день-два вы просыпаетесь в прекрасном самочувствии, в отличном настроении, с высоченным уровнем энергии. Порой даже не знаешь, куда ее деть. Также вы будете чувствовать некий привкус металла и, возможно, в редких случаях, немножечко запах ацетона. Это состояние кетоза. То есть, именно это состояние говорит о том, что ваш организм полностью переключился на кетоновые тела. Скажу, что мозг на кетоновых телах работает гораздо лучше. И иногда люди, когда у них идет очень повышенная умственная нагрузка, они специально переходят на кетопитание для того, чтобы повысить свою работоспособность. Более того, кетопитание очень хорошо помогает нормализовать сахар для людей, у которых есть с этим проблемы. Также кетопитание врачи рекомендуют людям с эпилепсией, поскольку именно на этом питании человек пребывает достаточно долго в состоянии ремиссии. Кето любят за его вкусное меню, хорошие результаты и очень высокий уровень энергии. Но также есть и свои минусы. Во-первых, это достаточно дорогой рацион, поскольку вам придется покупать жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, бекон. То есть, то, что действительно достаточно небюджетно. Ну и, конечно, тяга к углеводам после кета будет очень сильной. Поэтому выход из кетопитания должен быть очень грамотным и достаточно постепенным для того, чтобы все сброшенное не вернулось с лихвой обратно. Берегите себя и будьте здоровы. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, либо дизлайк, если вы со мной не согласны. Вам желаю прекрасного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова